Сегодняшний день аналитики назвали «черным понедельником». Последние события вызвали чрезмерно высокую волатильность на рынках и продолжают оказывать давление на котировки в вечернее время. Наиболее сильный удар получили сырьевые валюты. Канадский доллар теряет больше 1,5%. Американский аналог также был подвержен агрессивным распродажам, вследствие чего стал обвал индекса доллара и рост иены. Коронавирус постепенно охватывает все большее число стран и становится серьезной причиной для экономических потрясений. Нарастающая паника в начале недели вынудила трейдеров скупать защитные активы. В результате американский доллар в связке с иеной упал к трехлетним минимумам. В американскую сессию пара USDJPY продолжает торговаться в минусе, теряя почти 3% от своей стоимости. Трейдеры сегодня практически полностью проигнорировали слабые данные из Японии. Судя по всему, они продолжают скупать иену из-за угрозы того, что эпидемия нанесет мировой экономике более значительный ущерб, чем финансовый кризис 2008 года. Рынки допускают, что пандемия может спровоцировать начало рецессии в США и Китае. В таком случае падение доллара к иене рискует продолжиться. Американец несет серьезные потери и по отношению к европейской валюте, которая обновляет многомесячные максимумы. Таким образом, основная пара Форекс приготовилась преодолеть очередную пятнадцатую фигуру. Индекс доллара также обосновался в красной зоне вблизи полутора годовых минимумов. На пике волатильности показатель уходил ниже отметки 95. На вечерних торгах доллар по отношению к корзине главных конкурентов немного сократил темпы снижения, расположившись в районе значения 95.15. Падение доходности десятилетних американских гособлигаций фактически уничтожило основную причину привлекательности валюты США. Тем не менее, прогнозы американских банков не лишены оптимизма. По данным Goldman Sachs, эпидемия коронавируса окажется масштабной, но краткосрочной. Прибыль отечественных компаний в 2020 году останется на уровне прошлого года. Угроза новой ценовой волны между Россией и ОПЕК отправила котировки сырьевых валют к новым минимумам. Канадский доллар проверил на прочность 37 фигуру. В течение дня пара USDCAD немного скорректировалась и зафиксировалась в американскую сессию на территории 36 фигуры. Оба доллара в настоящее время находятся под давлением. Вопрос в том, на чьей стороне окажется меньше негатива. Дополнительным фактором слабости американской валюты выступают перспективы еще одного смягчения монетарной политики в США на заседании в марте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале завтра. До встречи!